Здравствуйте! Что такое сухой корм для собак? Хотят ли его есть собаки? Нравится ли он им? Наши собаки заложники наших представлений о правильном и неправильном питании. Кто-то верит активно в сбалансированность сухого корма и даже видя, как его собака лысеет, чешется, слезится, он все равно занимается подбором сухого корма для своей собаки. Все сухие корма производятся по одной схеме, независимо от класса. На завод поступают чаще всего не свежие продукты, а готовые ингредиенты. Хотя многие заводы имеют свои цеха по переработке мясных ингредиентов, все это перемалывается в мельнице и размельчается до нужных размеров, затем формируется гранула и запекается, высушивается. После чего готовые гранулы опрыскивают всяческими жирами, содержащими витамины или консерванты, то есть плюс-минус везде все одинаково. У собак вкусовых рецепторов меньше и они гораздо большее внимание уделяют запаху. Сколько же мяса в сухом корме? Чаще всего пишут, что 25%, но это исходя из его мокрого состояния, а в сухом виде процент мясного составляющего на мешок реально смешной. И чтобы создать у животного впечатление сытости, добавляется балласт, клетчатка. А витамины и микроэлементы добавляются в основном с жирами, потому что их нельзя перегревать во время приготовления гранулы. Понятие сбалансированного корма внедрено в сознание врачей и пациентов производителями кормов с одной единственной целью усложнить процесс кормления животного, играя на беспокойстве владельцев собак и кошек о своих питомцев. Поэтому это понятие не более чем маркетинговый слоган «сбалансированный рацион здоровое животное». На самом же деле это не так. Очень простым аргументом этих выводов является пример животных, рацион которых никто и никогда не балансировал. Например, дикие животные, бездомные животные, животные, живущие в сельской местности. Они питаются совсем иначе, но при этом здоровее большинства домашних питомцев. Вот и нашим домашним собакам, наверное, тоже бы хотелось питаться так, как питаются собаки в селах и деревнях. Наверняка от этого они были бы счастливее, чем поедать вот эти сухарики изо дня в день. Но некоторые привыкли, вынуждены привыкнуть, потому что этим кормит их хозяин. Что им остается делать? Привыкать? А вот получить ответ на вопрос, хотели бы они питаться сухим кормом всегда? Ну, пока вот это сложно сделать, чтобы услышать ответ именно от собак.